Ивану Егоровичу Меркушеву 96 лет, но о событиях более чем 70-летней давности рассказывает четко и ясно. Возможно, сказывается давняя выучка. Он начинал службу в войсках НКВД на границе с Финляндией. Задачей бойцов было задерживать немецких шпионов, за которыми приходилось охотиться в непроходимых карельских лесах и болотах. Но, говорит, в первые месяцы войны самым страшным врагом был скорее страх. Иван Егорович служил в одном из первых заградительных отрядов, что останавливали бегущих в панике советских солдат. Ну-ка сюда, вашего командира, тащите. Ну, спрашивают, что, куда дерешься, бежишь-то куда? А раз он бежит, так солдаты за ним бегут, естественно. Есть мины? Да есть сколько-то. А ну настраивай на праздники. Но, говорит, с беглых командиров, тем более коммунистов, спрос был особый. Иногда после трибунала и расстреливали по законам военного времени. Начиная с 43-го года Меркушев служит в военной контрразведке. СМЕРШ – смерть шпионом. Говоря современным языком, он курировал выделенное ему артиллерийское подразделение. Я личный состав должен был изучить, знать, кто чем дышит, изучи его хорошо, какое его настроение, нет ли у него замашек убежать к немцам, или какие-то другие самые. А тогда, ой, первые годы, вон сколько бежали туда. И захватывали их, и бежали сами, бежали. Откуда-то взялись потом вот эти бандюги. Победу встретил в Эстонии, но служба его на этом не прекратилась. Надо было выявлять тех, кто во время войны сотрудничал с немцами. Выйдя в отставку, оказался в Барнауле, который стал для него новой родиной. К рассказам о зверствах НКВД и СМЕШ относится философски. Приукрашивать ничего не хочет, но уверен, без этой теневой и не всегда благодарной работы, большой долгожданной победы над фашизмом тоже бы не было. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.